привет друзья подписчики моего канала просто зрители сегодня хочу вам показать мне на комментариях писали мои мои земляки дальневосточники что ты делаешь такой рыбы как конек вот рыба три губ у него интересный рот увидели три губы 1 2 3 пулесов так а вот конек они родственники внешне похоже конечно даже внутри губы вырастая довольно таких серьезных размеров на килограмм до пяти попадает а кони это вот максимальный размер вот такой пятнистый конек и три губ а тут еще меня сразу до кучи небольшой толстолоббит короче для этого рецепта идет любая так как у нас в этого сторону рыба считается не ценится она очень красава и если куда она годится только на котлету но из нее можно приготовить отличную закуску пиву за покажу к на разделывается родится любая костлявая рыба короче вот небольшие толстолобики там сазанчики можно что что угодно часть мы переработаем на котлеты пойдет а часть мы сделаем с невкусную закуску здесь еще мне вот рыбка лежит лещик черный и весна глядих на шарабан и сделаем еще мы с вами амура по-бухарски интересный раствор будет вяленой вяленой рыбы а вот по бухарски нашел в интернете ну к нему один опознан вернешь у меня камень мертвый припас морозилки все замороженная было три четыре дня она не продлежала так мы на это у нас пока отдыхает это наш арабан тоже отдыхая занимаемся вот этой рыбы сейчас будем это для разделки а вот сюда используем картон газеты накрываю чем-нибудь стол и чтобы у меня еще не мешал так здесь меня ставим мусор туда складывать ведро сразу так карьера что нам пригодится там может быть пузыри давайте начнем с толстой лобика а потом продолжим водить под этот план еще просто берем вот так раз отрезали ему голову теперь берем подкова не подсюда можно по бракам порядке это не имеет никакого значения вот сейчас весна сезон огородов рекомендую голову не выбрасывайте кишки не выбрасывать и внутренности это отличное удобрение садите картошку кидайте по одной голове в лунку с картошкой у нас раньше когда деревнях напряг был рыбу ловили специальном у добавляли в огород у нас не черноземья и поэтому что там палку вот ну я бы не выросла такого нет земли надо удобрять и маленько попала желчь толстого петона у них это болезнь толстого пойти вы поймали летом в жару вывода тумбок довести шансов у вас его нет его нужно сразу же выпотрошить потому что у него лопается внутри вот эта желчь она расплывается у него по всему брюху его наверняка видели привозите домой летом толстого бал у него ребра встают вот джошь начинает его изнутри перерабатывать растворять и поэтому у него стоит брюхать если вы поймали свеженького толстого бита сразу вы потрошили он у вас есть шансы хранить его в норме так но не на как лет и поэтому будем верить вот такие брюки нас получают брюки туда вот это вот сюда вот такая нож на котлетки я знаю что мне которые делают котлеты крутят филе не срезая прям чешуей из хребта на два раза прокручивают фарш и говорят хорошо мне такой вариант не нравится все на маленькие косточки там остаются они чувствуются в котлетах и это невкусно все филе гисунда а это пойдет на огород в одобрение отлично одобрение но и с коньком делаем тоже самое вот такой он красавец у нас пополнить утра давай он там хук и теперь вот так пузырей не выкидывать это настоящий деликатес очень вкусная штука их можно поджарить я по-моему так это делал я на канале должно быть видео можно будет еще раз поджарить лучком или просто засушить до состояния чипсов это будет вкусно тищи вот если этот брюхо прокрутить на фаршной кости полком их не выберете здоровые они там будут у вас мешать а брюшка данная и там с него мятого не ерунда какой с него заверить и маленький подкоптить это будет очень вкусная штука тупин таким образом сделала все лучше все понятно ничего интересного больше тут нет так и раздела и продолжу пьем ну вот друзья рыбку я разделал нас получились вот такие вот брюшки тёша и вот такие вот полоски с них осталось посредить масса мясо и перекрутить на фарш спинки но свинки нас не интересует нас интересуют вот эти вот штуки сейчас мы с ним будем солить для засолка нам понадобится смесь соли с сахаром и немного перцем первый сможет не добавлять это уже на ваш вкус есть один важный момент соли берем не крупную как обычно для засолки а мелкую потому что столить мы будем совсем совсем чуть-чуть и это буквально там вот присыпали все рассмотритесь мы смешиваем один к один к одному одна часть соли одна часть сахара и у меня это четвертая часть красного перца я просто люблю острый можете перец убрать или поле любую свою приправу какого брать берем вот эта брюшка перемешиваем это дело эту вкусную смесь сахар обязательно добавляйте обязательно хорошо вытягивать воду в данном случае я брюшки мы и они из них много воды из них она выйдет просто уберем щепотку и как будто вот мы солим как будто для и ты для жарки понимаете присаливаем буквально 5 грамм соли хлопнули чуть-чуть потому что мы тебе больше мы не будем и укладываем в кастрюльку следующую берем то же самое присыпали солькой чуть-чуть чуть больше поставить и чем если бы усолили для жарки там мы не знают каких-то своих не пересаливайте и укладываем своими кастрюлю вот и укладывая свой засвоим это ничего сложного нет а результат вас приятно удивит уверяю рыбка была предварительно заморожена вымораживайте если боитесь на всяких паразитов что вы не живут вымораживать и не все будет отлично годится любая костлявая сложная рыба срежьте там уже риха в столово сазанчика не крупного пузики это будет достойно даже наверно можно и сделать также из карася я просто ни разу не пробовал на скорости не принято вялить или солить у нас их только жарят с карасями не защитяются ну вот все рыбку присолили оставляем ее на 3-4 часа можно на 5 часов соль впитается в нее полностью все наши поэтому мы брали мелкую сушку на нас полностью в нее впиталось оставляем я с вами часик постоит я придавлю ее тарелкой поставлю гнет и она еще три что у меня будет стоять на 4 часа будет сама то ну все на это пока оставляем пойду на дачу сейчас помочь родителям надо и хотим за шарабанить маленько рыбки к обеду вот у него верхогляде соль его той же самой смесью соль перец и сахар без всяких там изысков не надо ничего изобретатель когда очень вкусная рыба сама по себе и приправами не только добавить приправа только портить представили чуть-чуть оставляем ее в этой же так можно сверху здесь я чешую снял корочка вот пожаренная что мы будем не коптить ее а именно запекать шарабане маленько такой корочка будет вкусная укладываем эту же воду кастрюльку который пусть на подлежит пока здесь есть не просит никогда этих небольшой поэтому возьмем еще леща 1 небольшой черного тоже небольшой попался тоже будет вкусно так мы вот на этом пока все вот друзья вечером не получилось снять процесс нанизывание рыбы на крючки вот нами ночь повисела на балконе просто открытой рамы никаких вентиляторов ничего не делал то я у неё шпажки проткнул чтобы она у меня была развернутая вся и повешал вот ее на на балконе с открытыми рамами на ночь вот за наше на меня вот так вот уже высох завтра будет практически готова я ее сниму и можно будет уже подавать к пиву такую же кушечку я покажу полиэтиленовый и заморозить рыбу много мне только сразу не съедим вот это вкуснятина получилось из бросовой рыбы такой как конек вкусно выглядит аппетитно пахнет замечательно свежая рыбка и она довольно таки жирненько видите воде небольшие брюшки сегодня еще не а сутки повесят они вечером будут сутки и завтра до вечера двое суток я сильно и пересушивать не буду завтра есть вот такая рыбешка для лица на меня вот очень удобная штуковина повешивая никому не мешает абсолютно болтается себе и обдувается его друзья рыбка полностью готова брюшки наши коньков вот так вот они выглядят рыбка подсохла но не в труху вот видите я если маленько сдавлю на как бы такая чуть 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 может быть мягковатая но это я спусту мне можно спортивать пошел дождь и она маленько царела все прошло вот трое суток рыбка получилось просто идеально я снимаю закинул полиэтиленовый пакет и в морозилку на хранение на такой настоящий деликатес может получиться из обычных коньков мы их нас рыба не котируется этому можно постарались и постараться то можно приготовить и не что-нибудь вкусненькое вот амур на подходе следующее видео смотрите будем доделывать амура я следующий манипуляции сама вашего делать окна насчет того чтобы приготовить историю рыбы поэтому заканчиваем осталось только взять пивка и уехать куда-то на природу на рыбалку такие дела риды кому понравилось ставьте лайки ему не понравилось ставьте дизлайки не забывайте подписываться на канал пишите свои комментарии дальше будущее интерсептики интересные так что всем пока до встречи и